Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы будем говорить о празднике, который для этих профессиональных людей вроде как прошел, но он не заканчивается никогда, потому что всероссийский день самбо, который отмечается 16 ноября, он бывает раз в году, а человек, который занимается самбо, он занимается этим самым видом спорта каждый день в году. Напомню, что самбо – это наш, наш родной советско-российский продукт. И о самбо мы будем говорить сегодня с вице-президентом Федерации самбо Московской области, руководителем Федерации самбо городского округа Люберцы, человеком, который много раз уже был у нас в эфире, приводил ребят с медалями. Это Виктор Олегович Худяков, мастер спорта. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, 16 ноября уже, как обычно отмечают, в этот день человек, который занимается самбо, может себе позволить что-то лишнее или нельзя? Есть только лишнюю тренировку. Лишняя тренировка. Даже в этот день. Даже в день. Даже поддерживаем. Может, хоть немножко полегче или, наоборот, сильнее, в честь праздника. Зачем полегче? Мы не ищем легких путей. Понятно. Это не наше. Ну, а что? Я знаю, что день официальный стал-то, в общем-то, не так давно, да, но он всегда отмечался 16 ноября. В среде нашей он отмечался с 1938 года. Да, когда было. На самом деле, если углубиться немножко в историю, то самбо, известно, первые секции в Москве появились в 1923 году. Даже так? Да. В 1938 году официально на государственном уровне было приказом Госкомспорта, признан наш вид спорта. И, таким образом, официальная документальная история нашего вида спорта началась именно 16 ноября 1938 года. Соответственно, сегодня мы уже прошли 85-летний рубеж. Это большая история. Ну, тут до 100 лет-то осталось-то каких-то 15, да? Очень скоро-то все нас... Ну, и вот прежде всего, в стране много чего придумано. В стране много ученых, в стране много культурных, скажем так, первооткрывателей самых разных направлений художников, поэтов, писателей. Естествознатели, естествознания, значит, наука, но спорт тоже является для нас... Ну, наши везде лучшими могут быть, и даже там, где пока еще не получается. А вот самбо – это вообще исключительно наше. Вот как оно возникло? Оно возникло, потому что решили собрать воедино несколько видов направлений, тем более, если вы говорите о 20-х годах, тогда не было интернета как, да, минимум. То есть, очень были, наверное, какие-то отрывочные данные. Решили создать свой вид спорта или это случайно получилось? Ну, на самом деле, пользуясь случаем, я приглашаю всех в кинотеатры. Так. Потому что 16 ноября выходит в прокат фильмы «Легенда о самбо». Это одна из авторских версий вообще зарождения и развития на начальном этапе нашего вида спорта. Ну, по большому счету, если обращаться к истории, то здесь есть два пути. Во-первых, путь национальных видов борьбы, который молодой советской стране было очень актуально. Собрать представителей разных народов и попытаться в дружеской атмосфере выявить, чья борьба лучше, кто... У тебя это заберем, у тебя это заберем и... И самбо потрясающе это впитало. На самом деле, если даже современное самбо взять, то грузинская школа отличается, узбекская школа отличается, российская школа... В России несколько школ таких, можно сказать, там, по Волжье, там, у них своя немножко борьба, Урал, там, тоже есть особенности. Понятно, что сейчас уже есть обмен информацией, обмен опытом большой, но характерные черты национальных видов борьбы, они все равно присутствуют. Но это даже, мне кажется, интересно, это добавляет какого-то такого... Я думаю, что это не просто добавляет, это скорее даже является основой. Вот. И еще такой момент, все-таки начало 20-го века, это такое время тяжелое с точки зрения войн, милитаризации, подготовки военнослужащих в том числе. Ну да, этому уделялось внимание. Да, и самбо в этом смысле очень прикладный вид спорта. Во-первых, мы не просто называемся системой самбо. То есть есть определенная последовательность, определенная систематизация. В чем преимущество самбо перед многими видами единоборств, в том числе древними. Ведь единоборство – это совершенно древнее занятие. Мы знаем еще в Древней Греции, там, панкратион, там, или борьба, она всегда присутствовала. Но именно самбо является системой подготовки, которой все расписано от самого начала, от первых шажочков и до специального раздела, который в массы не выпускается, его изучают уже в спецподразделениях. Это уже больше про нейтрализацию противника, про то, чтобы принести урон уже такой серьезный. Ну, мы не можем не затронуть этот вопрос. Так, косвенно сейчас попробуйте ответить, если есть возможность. То есть, мне кажется, даже мы уже это обсуждали, когда вы приводили очередных медалистов к нам, что знает о самбо за рубежом вообще. Ну, скажем, есть восточное направление единоборств, да, есть европейское, есть там североамериканское и так далее. Ну, тоже разные направления. Что знает о самбо и как они относятся к нам, потому что иногда его даже как-то называют, что, ну, это, опять же, я не профессионал в этом, но говорят, ты тоже самое дзюдо, только по-другому. Вот что вы можете сказать об этом? Ну, на самом деле, у меня среди нашего круга международного общения очень редко я слышал такое мнение. Именно могу за себя сказать, да? Самбо – это бренд сегодня. Так. Особенно с популяризацией смешанных видов единоборств, где уже прикладность вида спорта, она стала, ну, очень наглядной. Максимально наглядной. Видимой. Да. Поэтому, если вернуться, там, в 90-е годы, когда появился Токтаров, потом Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, это все эти люди, которые знамя самбо подняли очень высоко на международном уровне. И действительно… То есть о нем знают, что есть такое… Я думаю, что в мире единоборств нет людей, которые не знают, что такое самбо. И не знают о его преимуществах и его опасности. Я думаю, человек, который выходит там с титулом чемпиона России по самбо или там пусть даже мастера спорта по самбо на международный уровень в единоборствах смешанных. Да. Думаю, что о недооценке уже противника речи не будет. Потому что, опять же, ты можешь заниматься… Ну, может же, условно, спортсмен, да, владеть несколькими единоборствами, ну, то есть выполнять правила, которые есть в нескольких едахах. Но если вы говорите, что это система, то есть я могу выстроить, если нужно, я включаю в себе это, если нужно, я включаю в себе это, а еще добавляю что-то свое, и получается действительно такой комплекс. Ну, потому что логика подсказывает, если действительно понадобится этим воспользоваться, как мы обычно говорим, для защиты, да, от нехорошего человека, скажем так мягко, то ты там уже используешь все свои возможности, которые есть, верно? Совершенно верно. И вот вы правильно сказали именно акцент на защите. Вот само название «самооборона без оружия», да, здесь про оборону, да, это же здесь тоже есть отражение нашей национальной черты, нашей ментальности. Ведь мы прежде всего народ, который обороняется. То есть это так… Если нас да, то… Да, да. А если, то все. И само единоборство, вот даже если брать нашу подготовку наших юных спортсменов, оно на этом тоже построено. То есть мы когда на тренировках, работая с детьми, объясняем им, что за навыки вы получаете, кем вы здесь становитесь, то мы обязательно говорим о том, что, ребята, мы учимся защищаться. И клятва самбиста, она тоже содержит такие строки, что использует свои навыки только для защиты слабого и оборудованной Родины. Но есть, наверное, нарушители? Я думаю, есть, но это редкий случай. Да? То есть можно сам поставить… Я сейчас, так как у нас все-таки праздничный эфир, все равно, но мы же должны все обсудить как журналист. Тем более были 90-е годы, там, как говорится, все немножко по-разному себя вели, всякое в жизни бывало. Но само самбо может позволить нападать или все-таки там нету таких вариантов? Ну, конечно, то любое оружие можно использовать по-разному, да. Сейчас такое время, да, когда ты можешь в пределах зала давать одно, вкладывать в ребенка одно, а на выходе может получиться все, что угодно. Поэтому большая роль… Тренер. Вот давайте сейчас, да, обсудим это. Да, если вернемся к детям, то вопрос формирования личности, вопрос формирования характера, он же в системе самбо, он играет ключевую роль. Мы не просто учим приемам. Это совсем не так. Те, кто думают, что мы просто даем какие-то навыки, это в корне неверно, потому что вопрос воспитания, он стоит на первом месте. Ну, это такое сочетание психологии, правильного направления. И я вот могу просто перед телезрителями сейчас, так как у нас все-таки сегодня мы вспоминаем и предыдущие эфиры, у вас не первый раз. Вот ребята, которые приходят, это даже не только самбо, уж извините, связано, а которые занимаются делом. А дело – это спорт, это школа искусств, например, когда видно, что у ребенка глаза горят. И он не потому, что его там мама с папой, может быть, кого-то и заставили привезти. Такое что же бывает, что пойдешь, папа хочет, чтобы ты… Дальше от тренера зависит, от наставника. У нас 23-й год, год педагога и наставника, он завершается, но это не значит, что наставничество заканчивается. И очень важно заинтересовать, и я сам знаю по своей профессии, что иногда человек, который вроде бы хуже всех, как-то ему неинтересно было, вдруг становится ярым проповедником и потом становится твоим помощником, будучи уже старшим, и помогает других ребят подтянуть. Тогда возникает, что это за люди, тренеры, люди, которые руководят, особенно когда совсем малыши, или потом уже когда взрослые, когда ломается, юношеский максимализм появляется. Где одна таких учат? Или это сам битспорта так позволяет? Я думаю, что это тоже в том числе продукт системы самбо. То есть сама система так выстроена, что по-другому не можешь себя вести? На самом деле вопрос очень сложный, потому что мы когда создавали федерацию, если вернуться к истокам, кстати, 13 ноября был день рождения федерации, 6 лет. Тогда вас поздравляем. После дня рождения можно поздравить. И вопрос формирования федерации у нас основывался на самом главном человеке вообще в системе спорта – это тренер. 30 октября был день тренера. Вот смотрите, у нас одни праздники. Можно подумать, что мы не работаем, только праздники. Мы выяснили, что в день праздника лишняя тренировка. Да, абсолютно так. Выходных у нас нет. Поэтому вот в центре всей этой системы личность тренера, личность наставника. Наставники и тренер у нас разный возраст. Их от 23 самому молодому до 60 самому возрастному тренеру федерации. Но объединяет их все одно – это любовь. Любовь к своему виду спорта, любовь к детям. Я думаю, что вообще, как бы это ни звучало, противоречиво, что самбо и занятие вот таким делом сложным, делом, которое требует больших усилий, большого количества времени, оно все-таки больше всего про любовь. Потому что не будешь заниматься этой работой, ну, по себе точно могу сказать, за деньги невозможно. Конечно. Потому что, наверное, уровень вовлеченности, уровень того, сколько ты затрачиваешь ресурсов, энергии, сил для того, чтобы что-то сделать вот из этих вот маленьких детишек, которые только пришли, он, ну, уровень вовлеченности, он никак не может быть оценен. Он бесценен финансово, да. Вот давайте мы сейчас здесь сделаем небольшую паузу. И напомню, что говорим мы сегодня о самбо, потому что в этом году 85 лет нашему отечественному, можно сказать, советскому, да, виду спорта, который превратился уже в мировую звезду, единоборство. И это не просто единоборство, а целая система. И огромное количество людей прошло через это. Мне почему-то даже сейчас вспоминается, что и я где-то пытался в раннем июньном возрасте где-то что-то, но я по другим видам пошел, баскетбол, волейбол, вот это вот, благодаря росту. Но про самбо знают все, но не все знают, как самбо может повлиять на жизнь вашего ребенка. Здесь важно, кто занимается и почему федерация существует, и как она работает. О всем этом мы поговорим во второй части нашей программы с Виктором Худяковым, мастером спорта, человек, который прежде всего любит самбо. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Виктор Худяков, мастер спорта, вице-президент федерации самбо Московской области, руководитель федерации самбо городского округа Люберцы, здесь у нас в студии, потому что 16 ноября этого пока еще 2023 года отмечался Всероссийский день самбо. Легко подсчитать, что ему 85 лет этой системе, которая воспитала ни одного спортсмена. И, кстати, не все, может быть, в спорте остались, но те ребята, которые превратились уже в взрослых людей, которые этим занимались, самбо же это навсегда, правильно? Да. Даже если ты не занимаешься, ну, не выходишь там на какие-то... А ты всегда знаешь, что если что, я смогу, я помню. Во-первых, да, навыки, они и остаются. Во-вторых, мы уже с вами в первой части программы говорили о том, что это прежде всего система воспитания. А воспитание, оно не переделывается, наверное. И очень много примеров самбистов, начиная с нашего президента, заканчивая академиками. Большое количество, на самом деле, вот когда... Даже иногда и не думаешь, да? Изучаясь, да, актеры, в науке, в научной среде очень много самбистов. Причем самбистов такого уровня, когда я смотрю на мастера спорта, мастера спорта международного класса, то есть люди, которые... Можем сказать, что такое элитарный вид спорта, фактически, да? Кстати, вот с другой стороны, получается, что совсем не... Наверное, больше как социальный лифт какой-то, может быть? Может быть, может быть. Но мы вернемся к детям, потому что как именно у вас можно узнать ответ на этот вопрос? Потому что вы видите, вот приходит ребенок, который вообще сам бы... Ну, знает, что сам бы есть, но как бы еще не в курсе. Как происходит вот это его, значит, так, возмужание во время занятия самбо? Вы знаете, вот буквально вчера, на вчерашней тренировке бросилось в глаза. Момент, когда я прихожу в зал, так получилось, что по делам федерации мы в паре работаем с тренером, с Алексеем Андреевичем Курначенковым. Я тренирую, практикующий тренер, захожу в зал, и у нас тапочки все стоят ровной линеечкой, и вот так вот, все один к одному. Вот если мы будем говорить о самбо, я, наверное, скажу, что первое, с чего начинается самбо, это вот с вот этих тапочек. Порядок. С дисциплины, с порядка, с того, что они начинают понимать свою ответственность. Они начинают понимать, что они не просто обычный мальчик, там, девочка, который пусть там неплохо учится в школе, но они что-то еще умеют, и какие-то навыки, причем, которые постоянно, знаете, оно все развивается, двигается, от одного переходит ко второму, и вот этот путь, он делает людей лучше, сильнее. Ответственными, и они, наверное, понимают, что на них рассчитывают не только на успешное выступление, но и на вот этот командный дух, на индивидуальную подготовку. Когда человек, уже иногда не надо ему говорить, что нужно делать, он сам уже начинает делать правильно, потому что он по-другому не может. Он не может тапочки просто выбросить, хотя, может быть, хочется иногда, но он все равно. Но не в этом месте. Да. А потом, я думаю, постепенно это переходит на другие. Да, может быть, как раз сначала после соревнований или там после тренировки он приходит домой специально эти тапочки разбрасывает, а потом, вы правы, спустя какое-то время он вдруг начинает жить по вот этим правилам, потому что они оказались не просто правилами, они оказались правильными. Да. Правилами. Вот мой тренер научил меня такому принципу, и до сих пор, кстати, учит. Бардак начинается с мелочей. У нас в зале этот принцип работает, во всех залах федерации принцип работает. Поэтому мы, конечно, еще раз повторюсь, вот в центре всей этой конструкции тренер. И второе, наиважнейшее звено – это ребенок, которому надо, который приходит с горящими глазами. Вот знаете, с таким невозможно работать плохо. Ну да. С таким невозможно уйти. Вот в 6 часов тренировка закончилась, и прямо уйти из зала не получится. Не получится. Они спросят, Виктор Оливкович, можно на канат, можно на турник, можно на мат, мы там акробатику попрыгаем. И, конечно, с такими детьми любой тренер, нормальный тренер, который любит свой вид спорта, он в любом случае идет туда, он навстречу. И вот это движение встречное, оно, наверное, есть основа любого воспитательного процесса. Дорогого стоит. Но сейчас мы поговорим, и все-таки у нас человек еще и начальствующий, все-таки федерация. Давайте мы немножко поговорим, чем занимается федерация, тем более, что вы являетесь руководителем нашей персональной федерации, городской округлиборицы, и еще вице-президентом всей Московской области, федерации самбо. Немножечко такой отчетец сделаем, что проводится, какие соревнования, как мы там выглядим, люберчане. Ну, я отвечаю за восточную территорию Московской области, если говорить об области. И действительно у нас есть рост, хотя сейчас такое время, на мой взгляд, сложное для развития спорта, потому что очень большая конкуренция среди видов спорта. Но, тем не менее, у нас постоянный прирост и численности занимающихся. Я сейчас говорю про... А это тоже показатель, да, когда численность растет? Обязательно. Это, наверное, основной показатель все-таки. Что такое федерация, что такое ажиопорты без конкретных людей, которые каждый день на ковре, которые... Значит, вы сумели рассказать, показать, пригласить, заинтересовать. Мы сумели, в том числе и вы, кстати. Ну, наше дело такое... Ну, давайте больше все-таки про Люберцы. Мы с вами находимся в самом, наверное, прекрасном городе Московской области, а, скорее всего, и России. И мне очень приятно, что на самом деле Люберцы действительно впереди по многим-многим параметрам в самбо. Я не отношу это к своей заслуге. Это заслуга команды. Команды людей, которые действительно сплотились и работают. Причем в нашей команде не только люди, самбисты, тренеры. В нашей команде вы, в нашей команде глава городского округа, председатель Совета депутатов, депутаты... Хорошая компания. У нас очень сильная команда, да. На самом деле это так, потому что нам все помогают. Вот наши идеалы, наши принципы разделяют на самом высоком уровне в городе. И результаты... Мы хотим даже давать эти результаты. Нам это приятно делать, потому что мы чувствуем, что эти результаты важны. Буквально на днях к нашим детям в зал пришел вручать зачетные книжки. У нас сейчас такая хорошая традиция была. В преддверии дня самбо мы вручали зачетные книжки и значки вторых юношеских разрядов детям. Ух ты! Пришел заместитель главы города Андрей Николаевич Сыров. Он пообщался с детьми буквально 15 минут. Вручил зачетные книжки. Эмоции было просто буря. И для детей это... Казалось бы, да. Понимаете, это вот знак внимания такой, который дорогого стоит. Поэтому то, что у нас развивается, это благодаря всем вот этим людям. И непосредственно... Давайте про цифры. Давайте, давайте. Просто вдумаемся. 6 лет федерации было, и мы подводили итоги за год. Так. Во-первых, у нас действующих отделений 13. Угу. То есть практически большая часть города охвачена секциями, которые находятся в шаговой доступности. То есть может... Да, это важно. Удобно учиться. Второй момент. У нас более 600 занимающихся в федерации. Это такая цифра, которая позволяет уже говорить о том, что наш вид спорта является одним из самых массовых. Потом у нас более 40 мероприятий, которые мы провели силами федерации. 40 мероприятий. Ох, более даже 40. Более 40, да. Ну, точно там посчитать невозможно, потому что это действительно... Ну, разный уровень, разный. Да, разный уровень, разный. То есть там и мастер-классы, и соревнования, которые мы проводим. Там от небольших, там местечковых, до огромных турниров, которые собирают триумф. Чемпионат Московской области у нас прошел в ноябре, кстати. Потом мы проводим уроки в школах. Мы общаемся с детьми во дворах, там проводим мероприятия, спорт в каждый двор. То есть количество мероприятий свыше 40 – это то, что непосредственно мы организовываем. Свыше 85 – там, где мы приняли участие. Вот, соответственно, ну, наверное, можно говорить о том, что наш вид спорта действительно в городе, он любим, он... Ценим. Такой, он представлен везде. И, конечно, нам это передает силы для того, чтобы и работать дальше. Нас действительно поддерживают, нас здесь любят, уважают. И мы стараемся для этого города, чтобы флаг Люберец был везде. В том числе и на международных стартах. Да, это мы, кстати, опять же доказывали очень просто, когда ребята приходили, рассказывали. Причем, если вы помните, мы всегда задаем вопросы, как пришел, кто-то сам захотел, кто-то кого-то привели, а может, даже бабушка с дедушкой. И вот, да, человек растет. И когда, мне кажется, он начинает понимать, что и он индивидуально растет, как личность прежде всего, и плюс команда получает от этого положительные эмоции, все довольны. И вот тут возникает такой вопрос. Ведь предела же совершенству нет. И сама система, она же бесконечна. Вот всегда удивляешься, смотришь Олимпийские игры. Ну, за сколько еще можно 100 метровку пробежать? Ну, когда же это остановится? Вот и бегают же, да, все время мировой рекорд или рекорд Олимпийских игр, личный рекорд еще есть у человека. Вот я так понимаю, что в системе самбо тоже существует постоянное обновление. И, как это скажем, то есть она не архаична. Ну, какие-то базовые принципы. Ну, базы – это есть базы. Классика, классика. А потом, мы же с вами говорили и о национальных видах, потом кто-то что-то придумывает, кто-то что-то додумывает. Все это работает, все это становится. Есть даже тенденции там меняются. Сначала там одни броски, потом другие там. Потом начинают… А вы вот себя больше к классику относите или позволяете иногда немножко чуть… Ну-ка, покажите мне что-то… Нет, есть база, которая должна быть. Ну, она, да. Это понятно. А все остальное – это творчество. Творчество. То есть творчество присутствует. Тренерская работа – это просто творчество. Она не присутствует, это вообще творчество. И нам постоянно приходится придумывать что-то. Вот есть соперник, к которому мы не можем пройти. А давай придумаем так, так попробуем с ним. И мы справляемся. И это интересно, это классно, это путь такой. А что вот происходит с тренером, когда происходит финал, победа, все дела? Что внутри-то происходит? Особенно если, например, я еще добавлю сюда такое, что сам спортсмен, который стал победителем, ну, не все было ровно. Ну, сложности были определенные. Определенные когда-то там в начале пути. И вдруг вот он, Давид, достиг этого уровня. Хороший вопрос. Мы обсуждали его не так давно. Мы обсуждали с близким мне человеком. Это такой философский, глубокий вопрос. Я вот себя, например, я, может быть, признаюсь вам дальше на такую аудиторию, что у меня есть проблемы с этим. Я чувствую прям какое-то опустошение. И у меня не получается вот насладиться моментом. То есть ты постоянно... Вроде же к этому идем. Ты шел, шел, вот ты уже вот тут. В процессе ты карабкаешься, забираемся. Вот вроде бам. Что-то должно взорваться. И ты ждешь. А ты уже раз, ну так, следующий старт. Тогда нам еще... Тут у нас проблема. Здесь не поработал. Тогда, если, например, серебро или бронзу, это даже, наверное, проще заходит, тем золото. Да, иногда бывает такая пустота после побед, что, честно скажу, становится даже как-то страшно. Как вообще жить? Кажется, сейчас должно что-то вот... Куча бабочек должно летать. А не знаю, может, у кого-то по-другому. Я за себя говорю. Тут у каждого путь свой, да? Но все равно потом же приходит понимание чисто техническое, что мы это сделали. Теперь надо идти дальше. То есть это техническое вот перед днем рождения федерации я стал считать количество мероприятий. Пытался посчитать количество медалей, не смог. Вообще не получилось, потому что там космос. Ну, такие цифры, они не считаются. Вот. И на самом деле, да, все это второстепенно. Вот сейчас я думаю, что второстепенно. Самое главное – это вот те эмоции, те люди, которые вырастают из нашего вида спорта. Вот сейчас мы, наверное, всех жизнь научила, да, что есть какие-то моменты, сначала пандемия, которые… Ну да. Они как бы над всем этим, да? Потом специальная военная операция. Вот наши ребята сейчас есть, воспитанники нашего самбо Люберецкого, которые находятся там. Там вообще есть такая поговорка, там, ближе к передовой. Они говорят, чем заряжен, тем и выстрелишь. Ну да. Вот по большому счету, наверное, самбо – это тоже про это. И напомню еще раз, что 16 ноября в 23-м году, 85 лет самбо, до столетия нужно еще больше медалей, еще больше соревнований, которые организует в том числе и вице-президент Федерации самбо Московской области, руководитель Федерации самбо городского круга Люберцы Виктор Худяков, мастер спорта. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!